В диспетчерском пункте муниципального предприятия «Пассажир-транссервис» работа не останавливается ни на минуту. За движением общественного транспорта диспетчеры следят круглосуточно. Дарья Лебедева трудится здесь больше года. Вся обстановка на дорогах города у нее как на ладони. Мы следим за общественным транспортом, за его движением. То есть, также мы оформляем ДТП. Если машина сломалась, оформляем возврат в парк. Специалисты контролируют движение сотен автобусов и троллейбусов. Каждая машина должна прибывать на место точно в срок. Как выстроена работа муниципального предприятия, проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Ну, а линейный диспетчер как узнает? Они связаны. То есть, вы звоните линейным диспетчером, информируете? Или в электронном виде обмена идет? Нет, только по телефону. Только по телефону. Чтобы работа диспетчеров стала еще эффективнее, руководитель муниципального предприятия предлагает создать в Самаре единый диспетчерский центр, где объединятся все операторы города, в том числе и с ТТУ. Сейчас они работают отдельно. Это поможет еще лучше отслеживать движение всего транспорта в городе и ужесточить контроль за перевозчиками. Также руководство муниципального предприятия предлагает усовершенствовать программу «Электронная транспортная модель». Это большая карта города, где можно рассчитывать все транспортные потоки. Ее нужно применять как раз для таких целей, как расчет схем для припланирования строительства, когда нужно что-то где-то построить, тоже оптимизировать. Реконструкция, ремонт дорог, каких-то торговых центров, вот возведение торговых крупных центров нужно обязательно просматривать транспортные потоки. Мне поподробнее тогда нужна информация по этой программе, значит, какие вообще закладывались задачи в этой программе и что она должна делать на выходе. Мы должны что-то просто понимать, что на входе, что на выходе, да, и наложить это на задачи, которые перед городом стоят в ближайшие 5-6 лет. Тогда эффективность, рентабельность в таком плане социальном, она будет понятна. В целом глава администрации согласился со специалистами в том, что единая система управления движением городу нужна, особенно в преддверии чемпионата мира, но и финансовых вложений она требует серьезных. Мэр поручил объединить в рамках комплексного соглашения усилия всех заинтересованных сторон. Не только мэрии, но и региональных министерств, ГИБДД, крупных перевозчиков. Кроме того, по мнению главы администрации, электронную транспортную модель необходимо доработать совместно с учеными самарских вузов.